Сегодня поговорим о такой игре как покемани. Только вчера о ней узнал, купил три героя, поиграл, поставил их майнить. И давайте вместе посмотрим, что это за проект, что тут нужно делать и на что это больше всего похоже. Ну, как вы видите, здесь есть страница покупки бокса, бокс в виде такого покемона. И я могу вам сразу сказать, что проект нацелен больше на азиатскую аудиторию. Здесь у нас сайт на английском языке, но присутствуют индонезийский, малазийский, сингапур, тайский, вьетнам, наверное, китайский и еще два каких-то. В общем, сайт и проект, игра нацелена на азиатскую аудиторию. Это явно. Вот, ну, что же тут интересного есть? Я заметил очень большое сходство с проектом Старшаркс. Если у нас Старшаркс жили долго, то, надеюсь, этот проект тоже будет какое-то продолжительное время процветать и принесет нам хороший профит на этой среднесрочной дистанции. Здесь, так же, как и в Старшаркс, можно купить вот бокс и вам выпадет один такой покемон. Они здесь называются Нека. И, собственно говоря, эти Нека и нужны для того, чтобы играть в эту игру. Но, в отличие от Старшаркс, здесь из бокса может выпасть сколько угодно звезд. То есть, если вы везучий человек, вам может выпасть Лего какая-то, легендарный. Видите, тут есть отдельно, они как-то обозначены. Может выпасть и там пятизвездный этот Нека, который стоит, конечно же, на вторичке гораздо-гораздо дороже, чем с одной звездой. В Старшарксах мы помним, что только однозвездочные могли выпасть нам. И это, конечно, было печально. Еще основное отличие от Старшаркс, то, что там был режим игры только 3 на 3. Вот сейчас мы видим, здесь есть 3 на 3 режим. Но, в отличие от Старшаркс, здесь есть режим 1 на 1. Грубо говоря, мы можем купить только один такой вот бокс, одного Нека. И, соответственно, уже сможем играть. То есть, не обязательно, как Старшаркс, иметь обязательно 3 этих акул, чтобы что-то зарабатывать. Ну вот, сколько же это стоит? Мы видим, что цена одного бокса 20 BUSD плюс 11.1 PMY. Сразу скажу, что курс PMY примерно равен 1 доллару, чуть-чуть дороже доллара. И, в целом, выйдет, что где-то 32 доллара будет стоить такой вот боксик. В отличие от Старшаркс, как мы помним, на пике там стоило что-то в районе 500 или даже больше долларов. Здесь 32 доллара, небольшие вложения, чтобы попробовать, посмотреть, как играть. И, соответственно, что-нибудь, может быть, даже заработать. Что нужно сделать для того, чтобы начать играть? Ну, первонаперво нужно, соответственно, перейти на сайт по ссылочке в описании. Вы переходите на сайт, у вас открывается главная страница. Вы нажимаете вот сюда, смотрите. Видите, вот здесь такая треугольничек. Сюда нажимаете. И я вам сделаю персональный код. Он будет выглядеть вот так вот. Нужно вставить его вот сюда, в это поле, справа, MY REFERER. И нажать заблендить, ну, запинить. Тогда вы появитесь в списке, у меня здесь друзей. В этом списке. И, соответственно, сегодня вечером я проведу среди своих друзей, которые здесь появятся, небольшой конкурс. И разыграю, наверное, три вот таких покемончика. Ну, давайте смотреть дальше. Значит, чтобы зарегистрироваться на сайте, нужно пройти по ссылке в описании. Перейти вот в эту вкладку. И добавить сюда промокод, который я укажу также в описании. После этого нажимаете здесь кнопочку. И все. Можно идти на PancakeSwap. Ссылка будет в описании. Там вставляете контракт. Давайте вместе с вами это и сделаем. PancakeSwap. Вот я законнекился. Идем на TradeSwap. И указываем сюда. Давайте посмотрим сейчас контракт. Я его подсмотрю. Вот у меня 11 есть. Баланс. Это вот наш контракт. Я его в описании оставлю. Выбираем пару удобную. Допустим, BUSD. 20, видите, у меня 20 BUSD. И сюда мы вставляем контракт. Вот он. Не то я скопировал. Давайте поправим. Вот он контракт. И, допустим, я хочу на 20 долларов купить PMI. Он немножко дешевле доллара. Видите, тут чуть просело. Но в среднем примерно равен 1 доллару. Видите, 1,011. 0,12 долларов за 1 PMI. Ну, грубо говоря, 1 к 1. Такой, как бы, типа StableCoin. Значит, чтобы купить 1 бокс, это, соответственно, нам нужно получить 11,1 PMI. Давайте посмотрим, сколько это будет стоить. Это у нас будет 11,234 тысячных долларов. Ну, и, соответственно, 20 долларов надо на балансе тоже иметь. У меня всего 20 долларов. И баланс у меня PMI 11.5. Соответственно, я могу купить 1 бокс. Давайте это и сделаем. Нажимаю Payment. Подтверждаю транзакцию. Баланса у меня достаточно для 1 бокса. Видите, он у меня купился. Давайте его откроем. Подтверждаю транзакцию. Пишет мне достаточно средств на оплату газа. В таком случае я сейчас немножко докину. И мы с вами этот боксик, конечно же, откроем. Буквально минутку. Вот так сделаю. Немножко отправляю в BNB, чтобы было на оплату газа. И тогда мы сможем открыть этот бокс. Потому что мы его купили, заплатили газ фи. И теперь нам нужно заминтить. То есть открыть эту коробку. Посмотреть, что там нам за покемон. Что нам за NFT выпадет. За это тоже нужно заплатить какой-то небольшой газ фи. И давайте перейдем в инвентарь. Вот юзер центр. Нет, это наверное не здесь. My Pokeball. Вот он есть, My Pokeball. Нажимаем Open. Теперь достаточно средств для оплаты газа. Нажимаю открыть. И мы посмотрим, что нам попалось. Что нам выпало. Сейчас пройдет транзакция. И я так понимаю, откроется. Наш ящичек. И нам выпал. Интересно кто. Двухзвездочный покемошка. 84 атака. Скорость 45. 70 жизнь. Ну такой средненький. Средненькие статистики. Не очень повезло. Но в целом неплохой. Так. Видим, что сейчас у меня в институте один покемон. Но, как я и говорил, вчера я купил три им. Значит, я их отправил в майнинг вчера вечером. И давайте посмотрим, сколько они у меня приносят. А здесь видите, что эти майнинг фермы доступны только вот эти для второго уровня. Второго, 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 второго. Чтобы увеличить уровень у покемона, нужно, конечно, потратить денег тоже. Примерно в 60 долларов вроде. Ну давайте посмотрим, сколько мы первоуровневые намайнили. Значит, они, каждый из них намайнил по 190 токенов НКГ. НКГ токены. Давайте посмотрим, сколько они у нас стоят. Сейчас я найду баланс свой. НКГ токены. Возьмем контракт адрес. Также пойдем на PancakeSwap. Также вставим контракт. Вот НКГ. И давайте посмотрим на 1 доллар. Я могу купить 11 НКГ. Грубо говоря, если у меня сейчас 1600 на балансе, а здесь у меня намайнино по 190. Давайте 190 посмотрим. 190. Получается, что по 25, по 26 центов каждый наманил мне за ночь, грубо говоря. Совсем немного, но учитывая то, что это первый уровень, и учитывая то, что сам покемошка стоит 32 доллара, плюс к тому, что если я их застейкал сюда, давайте я добавлю еще вот этого парнишку, тоже сюда. Нажимаем на Work. Оплачиваем опять газ. И он сейчас здесь у меня появится. Значит, чем больше уровень, тем, вот он появился, тем больше майнит. И, соответственно, вы можете также менять, собственно, где майнить. Я ссылочку оставлю с инструкцией, с табличками, где, чего, сколько майнится. Вы можете посмотреть и решать самостоятельно, стоит ли вам увеличивать уровень, чтобы переходить в другие места для майна. Что очень важно. Да, тут майнится немного в деньгах. Одним, да, то есть, получается, у меня она майнит, Ну, грубо говоря, 2 доллара в день будут майнить 4 покемошки. Учитывая то, что они стоят 32 доллара, это нормально. Но самое главное и самое интересное, что пока они майнят, ими можно играть. То есть, не надо выбирать, либо майнить, либо играть. Можно делать одновременно и то, и другое. И для того, чтобы играть, нам необходимо будет иметь на балансе вот эти вот мелкие токены, которые, собственно, и майнятся. Их можно не покупать, можно закинуть, допустим, на пару дней или на день своих покемонов майнинг. Вам намайнят они токенов, и вы с этими токенами пойдете уже во вкладку Атлас. И здесь можно будет играть. Видим, что два режима у них Комин Сун, то есть, еще пока не доступны. И доступны только ПВЕ режим 1 на 1 и 3 на 3. И, собственно, как они выглядят. Давайте посмотрим их по очереди. Заходим в 1 на 1. И вот эти 4 покемона, а да, они у меня майнят, но все равно я могу их использовать для игры. Вот, значит, у каждого покемона есть два шанса. То есть, соответственно, если покемон проигрывает, то у него уменьшается вот это вот значение. И в день вы можете два раза проиграть покемоном. Ну, если он не проигрывает, если вам везет, и покемон у вас хороший, то, соответственно, вы нафармите довольно много призов. Что по призам? После боев вам выдают вот такие вот всякие свитки, осколки, и вот уже можно продавать, допустим, на вторичном рынке вот такой practice fruit. What it does? Increase your NECO training experience by 10 points. Увеличивает, если используете, да, этот фрукт, увеличивает, собственно, на 10 points уровень опыта в тренировке вашего NECO. NECO это вот эти вот покемоны. Значит, как мы можем это использовать? Сейчас давайте посмотрим. Если, кстати, у вас нет токенов, вы не хотите ждать, пока намайнят ваши покемоны, вам токены, вы хотите их купить, соответственно, контракты я оставлю все в описании. Идете на PancakeSwap, немножко меняете, видите, токены дешевые, поэтому это можно даже не считать за вложение особо. И переходите во вкладку User Center, здесь переходите в депозит, и, соответственно, сколько вам нужно задепозитить, каких токенов в игру, вы это все дело и делаете. Таким вот образом. Здесь вы выбираете количество, нажимаете Confirm, и вот на балансе в игре у вас вот тут вот вверху появляются ваши токены. Также они будут отображаться в вашем кошельке. И здесь написано, что можно один раз в день из вашей игры выводить вам на баланс, на ваш кошелечек MetaMasko ваши токены. То есть такое вот одно ограничение. Но если сравнивать с другими играми, это за ограничение можно даже и не считать. Давайте продолжим. И, соответственно, что мы можем еще сделать? Мы можем посмотреть на... Где-то у нас... А, вот здесь, наверное. Нет, вот нужно, короче, их из майнинга доставать, чтобы можно было на них нажать, и тогда какие-то статистики их увеличивать. Сейчас мы это делать не будем, потому что мне не нужно никакие статистики их увеличивать. Они у меня здесь вманятся, и поэтому они не отображаются вот здесь у меня, как бы в инвентаре, да? Вот. Тем не менее, я могу их использовать для игры, и давайте мы это уже наконец-таки сделаем. Вот у меня, видите, самый лучший мне выпал вчера трехзвездочный. У него какая-то корона тут есть, и тут тоже корона есть, но где-то двухзвездочный. И у него жизни 100, скорость 39, сила 68. Смотрите, а сегодня мне выпал силой 84. Давайте вот сегодняшнего мы попробуем использовать. Видите, вот такая вот шестиступенчатая дорога, можно сказать, и здесь очередность покемонов, с которыми мы будем драться. Здесь у нас кнопка старт, и мы видим, что стоимость одного боя равняется 20 токенов НКГ, то есть какая-то копеечка. Примерно так же сделано у нас в игре покемонов, если вы помните, да, когда покемоны там дрались. И, собственно, сама драка примерно так же выглядит, как в покемонах. Ну, вот прям, можно сказать, один в один. Так, промах, 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 промах. Единственное, что тоже сделано, как и в покемонах, о, не в покемонах, в этих, в метамонах, господи, оговорился. Вы видите, да, то есть в метамонах была оплата за бой, здесь тоже оплата за бой. В метамонах там можно было 20, по-моему, раз в день играть одним метамоном. Здесь у нас два поражения, и сколько угодно много побед. И так же, как и в метамонах, можно нажать кнопочку «Пропустить анимацию боя» и посмотреть результат. Вот, давайте нажимаем. И мы увидим, что мы победили. Нам дали какого-то токена немножко. Два свитка и один кристалл. А, нет, смотрите, отнялось. То есть это не на два поражения. Значит, про поражение это 3 на 3 режим. То есть одним покемоном можно играть только два раза в день. Ну, что ж. Победа, не поражение. Давайте посмотрим, победит ли он второй раз. Да, победил. И тут нам уже дали побольше наград. Видим три разных кристалла, фруктик, который можно уже продавать, и немножко монетки. Все, этот покемон больше драться сегодня не может. Он сможет это сделать завтра. Но мы его еще можем использовать в другом режиме игры. Где 3 на 3, соответственно. Давайте быстренько пробежимся всеми покемонами и посмотрим, сколько нам удастся нафармить. Здесь видим свиток, осколок, кристалл, чуть-чуть токена. Тоже неплохо. Главное победа. И последний раз этим. Вот здесь проиграл. Ничего нам не дали. И осталось у меня два самых слабеньких моих. Может быть они смогут хотя бы разочек выиграть. Не выиграл. О, выиграл. Тоже неплохо. Насыпали, кстати, немного. Но ничего страшного. И последний у нас покемончик. Такой котенок. Может быть он сможет что-нибудь. Сегодня не хочет он сражаться нормально. И последний раз. Тоже проиграл. Обидно, досадно, но ладно. Здесь мы потратили все свои попытки на сегодня. То есть сюда мы возвращаемся завтра. И сегодня уже ничего не надо будет делать. После того, как мы используем все наши попытки. И в режиме 3х3. Видите, здесь у меня в режиме 3х3 отображаются все мои покемоны. Я должен выбрать команду. И здесь есть такой совет, что вперед ставить самых сильных. Тогда давайте мы сейчас это все дело переформируем. Так как у меня появился еще один покемоша. И я хочу поставить, конечно же, с силой 84 сюда покемона. Потому что мне нравится. Такое значение самое большое. Ну и, соответственно, по мере убывания силы я ставлю своих покемонов на второе и третье место. Нажимаю кнопку подтвердить. Все, сохранилось. И кнопка go. Давайте попробуем посмотреть, что у нас получится. Я надеюсь, выиграть мы сможем. И анимация здесь с примером такая же. Давайте пропустим. Да, мы победили. Но, конечно, нам дали только один свиток. Здесь, по-моему, нужно... До двух... Да, до трех поражений здесь играется. Видите, я продвигаюсь. И боссы, они становятся все сложнее и сложнее. Но и награды больше и больше будут. Вот, уже дали какую-то монетку. Я уже на третьем в оси продвинулся. Опять победил. Это хорошо. Четвертый. Еще раз победил. Отлично. Уже пятый. И... Победил снова. Шестой. Наград, конечно, немного дает. Шестой проиграл. Давайте попробуем еще раз шестой. Опять проиграл. Давайте переформируем команду. Попробуем переставить немножко. Допустим, вот так вот. И... Нажимаем go. Последняя попытка у меня на сегодня. Видите, один дробь три. Одна попытка из трех. Все, проиграл. Не удается пройти шестого босса моей командой. Видимо, недостаточно она сильная. И, соответственно, на сегодня все попытки свои истратил. И давайте посмотрим, что у нас в нашем бэкпэке. Ну, достаточно много всего. Я так понимаю, нужно копить. И вот у меня, видите, есть девять яблок этих. Вот можно продать. Значит, выставляем количество фруктов. Выставляем желаемую сумму. Ну, допустим, я хочу продать все девять. Девять за, допустим, двадцать пять. Сколько конкретно... О, тотал прайс. Двести двадцать пять PMI. А, и так это за один двадцать пять, да? Ну, давай тогда по одному. Девять. Давай по два. Восемнадцать. По три. Вот, пусть будет по три. Нажимаем sell. И все, улетели, значит, наши яблочки на вторичный рынок. Давайте посмотрим тогда в маркете, с чего он состоит, какие цены им. Может быть, есть какие-то интересные покемоны, чтобы прикупить их для себя. Смотрите. Значит, только залищенный, да? Вот какой хороший пятизвездочный. Четыреста у него. Тотал четыреста. Это, я так понимаю, все обилки, сложенные воедино, дают ему четыреста. Значит, здесь у нас продажи. И мы видим, что продажи, собственно, идут активно по двадцать один доллар. Ну, грубо говоря, по двадцать долларов, да? Две минуты назад, три минуты, четыре минуты, четыре минуты назад. Активно здесь люди покупают их. И, соответственно, если вам выпалили какие-то более-менее неинтересные для вас покемоны, вы можете на вторичном рынке их продать. Видите, что пользуются спросом. Всего 641 покемончик выставлен на продажу. И мы давайте поставим low price стартировку. Самые дешевые по двадцать одному. И мы видим, что по двадцать одному их покупают достаточно активно и хорошо. Здесь есть однозвездочный, есть двузвездочный. Двузвездочных мы видим, что покупают. Так, ну давайте посмотрим, сколько же стоят самые, наверное, крутые. И вот пятизвездочные стоят тут 1.400 PMI, а один стоит 2.188. Ну, конечно же, это прям овер-овер-овер прайс. 400 не знаю, как насчет 400. Но если, конечно, иметь пять таких, не пять, три таких покемона, то можно будет, конечно, неплохо так фармить, я так предполагаю. Потому что боссов мы с шестого там и так далее пройдем спокойненько. Но 400 это дороговато. Что у нас по поводу четырехзвездочных? Четырехзвездочные у нас, конечно, подешевле. И мы видим, что прям сильно они дешевле. И от 55 долларов, 58, 59. И, возможно, я себе четырехзвездочных прикуплю. Так как мне не очень повезло с открытием. Но пока что я это делать не буду. Еще подумаю, посчитаю, прикину. Но в целом цена за четырехзвездочного 55 вполне. То есть в два раза дороже, чем бокс. Шансы открыть из бокса четырехзвездочного не такие большие. Насколько небольшая цена за одного из них. Поэтому можно будет посмотреть, прикинуть. Я думаю, что хорошая тема. Если здесь, значит, у нас по 55-60 долларов за одного четырехзвездочного. То за трехзвездочного мы видим, что вообще они сейчас просели. И можно купить одно уровень. Так, а здесь тоже уровень один. Да, здесь уровень один. Значит, то есть здесь по 20 долларов. То есть четырехзвездочного можно купить. Но 320 total немного, конечно. 350, 320, 320, 320, 320. Ну, так, нормально. А четырехзвездочный, интересно, total. 370, 380. Вот это уже солидно. 392. Да, конечно, четырехзвездочный радует. 324, 330, вот это неплохое, я так понимаю. Да, я бы, наверное, вот этого взял бы за 26 PMI. Очень похож на моего. Наверное, у него, примерно, такие же статистики. Давайте откроем, посмотрим. Вот, обилки. 39 силы. Ну, так, 39 немного, на самом деле. 92 intelligence. Ну, ладно. В общем, я вам под видео оставлю ссылочку, где будет описание, какие статистики и за что отвечают, примерно. Вот. И там будет все подробно, как, чего делать в игре. Здесь есть также, видите, NECO-магазин. Есть магазин всяких свитков, зелий и так далее. Вы можете также все это подробно прочитать в описании к игре по ссылочке под видео. И здесь есть вкладка Free Trade. Мы видим, что здесь тоже люди продают фрукты свои. И пока что другую нельзя продать, но игра новая. Все это дело, соответственно, будет появляться. И вчера было здесь у нас две, две, собственно, страницы. Сейчас уже 103. И, наверное, я тут не смогу найти свои 9 фруктов. Может быть, вот здесь вкладочка влезет. Да, вот мои 9 фруктов. Я могу их отменить. Собственно, пока что их не продали. Наверняка там есть предложения и подешевле. Но вот здесь нужно, конечно, смотреть, сколько кто ставит. Вот 50 за 10. В общем, надо смотреть. Но все 103 страницы не особо и отлистаешь, конечно же. Плохо, что здесь нет сортировки никакой. Ну, если заняться этим, ну, смотрите, 80 штук за 40. Ну, это прям очень много кто-то нафармил. Естественно, что если есть такое предложение, то мое не купят. Ну, ладно, пусть оно себе стоит. Есть у меня не просит. Собственно, вот такой вот рыночек есть. Можно продавать и фрукты. Скоро можно будет продавать и там кристаллы и так далее. Здесь есть вкладка официальной продажи. То есть можно купить какой-то низко-лоу-трежил. Часто это, типа, немножко сокровищ, да? Прикупить за 1500 НКГ. Чуть-чуть побольше сокровищ, уже 30 тысяч НКГ. Не знаю, что там внутри. Интересно, конечно, очень, но... Не знаю. Life Crystal. Что дает? Тоже не знаю. Нужно также читать. И вот недавно, говорят мне, ребята, появилось зелье роста. Оно, кстати, помогает в увеличении уровня. И если считать, то там один парень посчитал у нас в Телеграм-канале и сказал, что примерно 60 долларов стоит апнуть уровень. Я не считал сам, не могу подтвердить эту информацию. Но если вам будет интересно, вы легко сами сможете это все дело прикинуть, насколько вам выгодно. Но я так думаю, что выгодно, вот допустим, ну как минимум, да, 4-х звездочных апать. То есть они будут и хорошо майнить, если уровень им повышать. И, соответственно, можно будет ими фармить неплохие, собственно, ресурсы на выгрев самой. Вот. Что касается там 1-звездочных, 2-звездочных, их, мне кажется, нет особо смысла увеличивать уровень, потому что они достаточно слабенькие. И потом будет сложно их еще и, кстати, продать за хорошую цену. Поэтому, если я бы вкладывал в увеличение уровня, то я бы делал это, конечно же, для более крутых покемошек. Но в целом, вот смотрите, цена для 4-х звездочных совсем-совсем небольшая, на мой взгляд. И, наверное, я все-таки сегодня приобрету 3-4-звездочных себе. И, возможно, буду их вкачивать на второй уровень, чтобы добывать себе побольше ресурсов. Конечно же, перед этим я изучу более подробно весь мануал по игре. И посчитаю, чтобы знать, насколько мне это будет выгодно или не выгодно. Вот такой вот небольшой обзор по поводу игры. Значит, еще раз, чтобы зарегистрироваться, ссылка в описании. Проходите по ссылке. Первое, что нужно сделать, это нажать вот сюда. И в My Referrer вбить тот промокод, который я вам скажу. Промокод выглядит вот так вот, точно так. My Inventation Code, то есть мой пригласительный код. Вот это вот вводите сюда, в правую вкладочку. Здесь будет кнопочка, нажимаете ее и все. Вы у меня отобразите в списке моих друзей. Видите, у меня их тут 5 есть. И, соответственно, среди этих друзей, среди этих кошельков, мы и будем производить всякие конкурсы, чтобы вы тоже радовались и получали профиты. Так как с каждого я буду получать за покупку вот такого вот бокса. О, кстати, смотрите, тут еще есть вот такая, какая-то штука. Видите, я бронзовую получил и мне дали 5 яблок. Серебряную, 20 яблок и 200 свитков. Одна книга, 500 каких-то сколков. В общем, я так понимаю, здесь нужно играть и у вас будет активность. А вот, все понятно. Значит, здесь описаны правила. Как повышаются эти уровни. И посмотрите уже самостоятельно. Слишком долгое видео. И что я хотел сказать. Вот за покупку вот такого бокса мне будет падать примерно 3 доллара за каждую покупку. Ну и, соответственно, я буду накапливать какое-то количество этих долларов. Соответственно, буду покупать такой боксик или персонажика. И будем мы его разыгрывать среди вас, среди тех людей, кто вот сюда попадет в этот списочек. Все это дело мы будем делать в моем телеграм-канале. В нашем телеграм-канале. По ссылочке в описании проходите, подписывайтесь, включайте уведомления. Так как конкурсов у нас там сейчас уже идет достаточно много. Будут новые. Ну а мы с вами, конечно, увидимся в следующем видео. Продолжение следует...